Новость была о том, что электричка в Молодещино загорелась. Да, у меня было, что преподавателя уволили из университета. Мне выдвинули обвинение за то, что я в телеграм-канале «Черная книга Беларуси» написала в чат-бот, что я знаю этого человека. Ну, там сливают данные силовиков. Что я знаю этого человека, ребенок ходил ко мне в гимназию. Они посчитали это как слив информации, как они любят это все называть. И начали угрожать, что поеду от пяти до семи лет. По факту мы сидели по статье 19.11 распространение экстремистской информации за личную переписку друг к другу. В момент, когда они поехали на осмотр нашей квартиры, они забрали телефон Насти, влезли в нашу личную переписку и осматривали ее. У нас были камеры таким образом расположены, что во время проверки мы могли друг на друга смотреть через окошечко маленькое, которое кормушка называется. А после мы уже так были разделены друг от друга, мы просто друг друга слушали во время переклички. А слышали год голоса, значит, уже более-менее в порядке. Насколько это возможно, да. Все нормально, рядом, все хорошо. Но у меня были своего рода такие качели, да. Когда сегодня тебе более-менее нормально, на следующий день у тебя начинаются какие-то панические атаки, паранойя, что ты не выйдешь, ты будешь тут навсегда. Люди приходят, уходят, а ты просто сидишь, сидишь, сидишь и не знаешь, куда ты выйдешь и выйдешь ли вообще. Да, вот это для меня было, ну, страшно. Но они к политическим по-другому относятся, в отличие от тех, кто сидит за кражи, да, или там за распитие. Да, нас поднимали два раза за ночь, должны были называться фамилии, имя, отчество. Постоянно проверки, как которые называются, шмоны. Да, мы спали без матрасов. Включен свет. Включен свет, спали на полу. Ну, передачи нам не передавали, книг не давали, ручек, тетради, ничего не было. В душ не водили, на прогулки не водили. На прогулку сводили два раза, летом, когда была жара, 36 градусов. Ничего, приходит, говорит, будем записывать видео. Ну, на тот момент мне было все равно, видео, окей, видео, потому что я просто хотела выйти, чтобы вышел мой муж, и быстрее, чтобы это все закончилось, и свалить. Все, я согласилась на видео. То есть мне сказали, что говорить, ну, все. Такой правдивый, якобы, монолог пятиминутный. Ну, я понимала, что никто не поверит этому, что это все такое вот... Фикция. Вранье, да. Прошел суд. Суд шел часа полтора, наверное, достаточно долго. Ну, все, мне присудили очередные 15 суток. Я зашел к камеру, и минут через 40-50 постучались... Ну, как постучались? Назвали мы фамилию, с вещами на выход. Я вышел, меня спустили на первый этаж, там я увидел Настю, нам отдали личные вещи, расписались документы и выставили в забор. Чуть-чуть там подальше от окреслина отошли, обнялись. Дошли до ближайшей кафешки, попросили... Ну, в этом... Да, дошли до ближайшей кафешки, попросили вызвать такси. Внешний вид был такой себе, заросшие, волосатые, в одежде соответствующей. Ну, все, нам вызвали такси, и мы выехали. Были интересные объекты, типа автобусов, машин, пробок. Да, люди ходят, жизнь идет, а ты просто выпал из этого всего на 3,5 месяца. То есть ты как учишься жить заново. 5-го числа нас освободили, выходные мы переночевали у родителей. В понедельник, буквально никому ничего не сказав, покинули территорию Республики Беларусь, выехали в Украину и через Украину уже попали в Польшу. Мне сотрудники БОПИК и, как и говорили, мол, чего мне не хватает, вы достали нас эти айтишники, вечно вам все не нравится, валите отсюда нафиг, такие, как вы нам здесь не нужны, валите обратно в Польшу, чего приперлись, ну и так далее. В принципе, мы несли такую, в том числе, несли такую функцию показательную, что может быть за, в том числе, личную переписку. Да, посмотрите, что может быть, да, и придем за вами, с вами будет точно так же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова